Ну что же, дорогие марувянцы, это премьера, горячий трек от Marouf Crush. Давайте посмотрим, разберем, определим этот топ или флоп, станет ли этот клип нашим крашем, и оценим песню от 1 до 10, погнали! Всем привет, безумно рад вас видеть на моем канале. Кто со мной еще не знаком, это Беспало Мьюзик, канал, на котором мы говорим 24 на 7 о музыке, главных новостях из мира шоу-бизнеса, разоблачаем известных людей. В общем, реакции на Евровидение, конечно же, обзоры на самое любимое популярное телешоу, так что обязательно подписывайся, становись частью Беспало Мьюзик Фэмили, ставь лайк этому видосу, оставляй свои комментарии, благодаря вашей активности видео поднимается в топах, все больше людей смогут увидеть эту реакцию и присоединиться к нашему семейству. Если тебе что-то известно о том или ином человеке, публичном человеке, присылай свои истории в директ моего инстаграма, читай все истории, мои источники всегда остаются анонимными. А сегодня у нас на разборе, дорогие марувианцы, как вы уже поняли, Marouf Crush. Почему-то в Official Music Video, где пишется на премьере клипа, не было написано, что это кавер. На самом деле, композиция Marouf Crush это кавер на Дженнифер Пейдж. Пока не очень понимаю, как к этому относиться. Песню я успел послушать, но клип еще не видел. Клип посмотрим вместе с вами. Мне нравится подача, мне нравится энергетика, которую туда вложила Marouf, но слишком ровная песня. Когда у Дженнифер Пейдж просто хочется дрыгаться, танцевать, прыгать, плясать, зажигать, потому что действительно переполняют эмоции, то Marouf это просто ровный аудиоряд. Вот мне не хватило какой-то динамики, какого-то развития. Может быть клип изменит ситуацию, но не знаю. Пока так. Предлагаю посмотреть, оценить от 1 до 10. Я напоминаю, что в связи с новыми правилами Ютьюба, друзья мои, я не могу использовать целиком клип в своей реакции, иначе это нарушение авторских прав артиста. Можно получить бам, страйк, еще какую-то обилиберду, но избежание неприятных ситуэйшен. Смотрим 5 секунд, стопаем, комментируем. 5 секунд, стопаем, комментируем. И тогда ставим свою оценку от 1 до 10. Ну что же, на разборе у нас краш от Marouf, кавер на Дженнифер Пейдж. Погнали! Мне нравится вступление, смотрится мрачновато, загадочно. Ну и конечно же, в стиле Marouf, чего и требовалось ожидать. Не прикрытая агрессивная сексуальность, мне кажется, ставка будет сделана на хореографию, красивый свет, холодные тона, красный red one, костюм, латексный костюм, естественно. Мне нравится, это симпатично, это вкусно, но, я так понял, ожидать развития от композиции не стоит. В музыкальном плане. Это действительно сексуально, это притягательно, Marouf в своем репертуаре, повторюсь еще раз. Но где-то, 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 где-то потерялось это, тут, 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 не хватает тех брасов, ту Marouf, которую мы полюбили, вот хочется взрыва, хочется не то чтобы эмоционального, но хотя бы танцевального взрыва, но ладно, давайте посмотрим, не буду забегать наперед. Ну, божественная хореография, человек, человек, сделавший эту хорягу, огромнейший тебе респект, и вообще можно установить эротический памятник при жизни. Очень круто, ну прям вкусная картинка, мне кажется, даже американцы сейчас так круто не делают. Очень сексуальная имитация полового акта, не пошло, не бульгарно, все на грани, стилистически выдержано, прям мурашище по коже, мурашище, не мурашки, а прям мурашище, очень вкусно. Marouf решила продолжать игнуть линию эстетики, эротической эстетики. Молодец, молодец, Аня, так держать. Гитара тоже бомба, звучит круто, но мне не хватает развития, я хочу браса, а не гитару. Браса, понимаешь, вот эти трубы сумасшедшие. Хочу трубы, трубы, а не гитару. Мне интересно, чем было мотивировано решение сделать кавер, а не написать авторскую новую песню. То ли у Marouf закончились идеи, то ли же просто Marouf балдела от этой песни и решила поностальгировать. И не знаю ваши предположения в комментариях. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Ну, в общем-то, все на высоте, все супер, кроме отсутствия развития мелодии. Ах, меня это прям гложет, понимаете, гложет. Давайте обсудим, подведем итоги. За клип, без какого-либо сомнения, даю 10 из 10. За композицию 8 из 10. Мне не хватило, ну, вы знаете, уже чего. Сказал я об этом в реакции раз 5. Почему кавер? Ань, почему кавер? Почему не оригинальная песня? Крутой номер, крутой балет, хорошая энергетика, правильно отыграли эмоционально. Я уже не говорю о тех уникальных хореографических связках. В общем, все супер, кроме песни. В плане того, что не дожали. А так, замечательная работа. Мне нравится, что Маруф вернулась с привычному амплуа, никаких шлакоблочен, шмароблочен. Боже мой, и только не это, и только, пожалуйста, не шлакоблочен. Я понимаю, что это альтер-эго, некий степ, окей, окей, понимаю. Но это не фирмач. Это просто дешевка на фоне того, что делает команда Маруф для бренда Маруф. То есть, вы понимаете, о чем я говорю. Интересно узнать ваше мнение, какую вы дадите оценку от меня 8-10. За клип вообще вопросов нет, а к песне возникают претензии. Сорянчик, сорянчик, но есть такой момент. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в ваших комментариях, присоединяйтесь к нашей интернет-семье. К нам все время приходят новые зрители. Я даже не знаю, с каких вы городов, с каких вы стран. Хочется делать полезный контент, который будет вам интересен. Поэтому пишите, что бы вы хотели увидеть на моем канале. Подписывайся на мой телеграм-канал, на мой инстаграм, на мой ютуб. В общем, до скорой встречи, где? Конечно же, в моей новой реакции и обзоре. Папа!